В этом году общая эстонская неделя предпринимательства проходит с 5 по 11 октября. Главная тема недели этого года – «Открой формулу предпринимательства». Напомним, что неделя предпринимательства организуется с 2005 года уже в 15 раз, и она проходит во всех 15 уездах. Цель недели предпринимательства – стимулировать людей заниматься предпринимательством и ободрить людей притворять свои идеи в жизнь, открывать собственный бизнес, создавать э-магазины или прийти на рынок с другим интересным продуктом. 5 октября в рамках недели предпринимательства в Кохт-Лоярве будет учрежден инновационный фонд размером 20 тысяч евро. Основатели фонда – научно-деловой городок «Технопол» и городское право Кохт-Лоярвы. Фонд поддержит внедрение решений умного города в городскую среду. Комментарий председателя городского собрания Кохт-Лоярве Рины Ивановой. На самом деле, ставшая традиционным неделя предпринимательства в этом году дошла и до города Кохт-Лоярве. И, как то ни странно, но откроет эту неделю достаточно большое и серьезное мероприятие для города Кохт-Лоярве. В сотрудничестве с «Технополем» и «Стартапом Эстония» город Кохт-Лоярве планирует подписать договор о создании инновационного фонда. На прошлой неделе состояло заседание комиссии городского собрания по бюджету. И именно данная комиссия сделала предложение городской управе подписать данный договор и внести в качестве фонда 20 тысяч евро для поддержки молодых людей, а может быть и не очень молодых людей, но думающих перспективно, думающих о дне завтрашнем и ищущих возможности превращения города Кохт-Лоярве в умный город. На протяжении следующего, 2021 года, благодаря данному фонду мы надеемся отыскать несколько идей, которые позволят сделать нас город интереснее и современнее. Если говорить о самом событии, которое пройдет 5 октября, то участниками данного мероприятия будут прежде всего, конечно же, предприниматели нашего города, будут представители общественности, то есть нескольких недоходных объединений, обязательно наши добрые партнеры «Технополь» и «Стартап Эстония». Кроме того, на встречу приглашены гости. Это люди, которые уже сумели доказать, что инновации в нашей жизни не последнее дело, а может быть даже и дело завтрашнего, такого большого будущего. Поэтому сама встреча будет достаточно интересной, мне кажется, продуктивной. Церемония подписания договора – это официальная часть данного мероприятия. И подписание договора будет осуществлено мэром города Людмилой Янченко и представителем «Технополя». А затем, после официальной вот такой части, пройдет панельная дискуссия, где участники данной дискуссии поговорят о том, каким может стать город Кохтло-Ярве. Тема сегодня актуальна еще и потому, что мы точно знаем, что вызовы, которые сегодня определил нам Европейский Союз, определил наше государство о переходе сланцевой энергетики в такую более угасающую фазу, она требует от нас сегодня каких-то новых, смелых, решительных идей. И мне очень хочется верить в то, что первые шаги в этом направлении нами как раз будут сделаны 5 октября. Следить за последними новостями на городском сайте.